Чувашия, как и остальные регионы, отметила День России. По традиции в Чебоксарах прошел парад дружбы народов, как это было в нашем сюжете. Чуваши, русские, татары, морейцы, чеченцы. В этой колонии не тесно никому. Русскую песню подхватывают армяне и удмурты, под чувашскую мелодию пляшут белорусы и башкиры. Так и в нашей республике в дружбе и согласии живут более 120 национальностей. Их представители – участники парада дружбы народов. Очень приятно находиться, когда рядом с тобой находятся разные народы. Это очень объединяет. Мы живем здесь очень давно и живем в очень хороших условиях, комфортных. Везде каких-либо проблем. Очень приятно жить, очень комфортно здесь жить. И нам никаких проблем нет здесь существовать с другими народами. И даже оппоненты на политической арене сегодня в одном ряду. Представители разных партий поздравляют друг друга и народ с праздником. Пожелание у всех одно – процветание и дальнейшее развитие нашей великой стране. Наши ветераны в послевоенные годы обеспечивали подъем народного хозяйства. Старались за другое молодое поколение. И мы, кто работает в органах власти, кто занимается реальным сектором экономики, должны делать все для того, чтобы наши дети, наши дорогие дети жили лучше. Для жителей города Чебоксара, которым на днях исполнилось 14 лет, сегодня стал двойным праздником. Из рук главы Чувашии они получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Впрочем, праздничное настроение сегодня и у обычных жителей столицы Чувашии. Для нас сегодня самый яркий солнечный праздник – День России. Ведь в России мы живем, это наша родная страна. И мы рады этому. Я рада, что сегодня день рождения России. Это самый лучший праздник. Мне нравится такой праздник. Я хочу, чтобы в России поздравить. Мне нравится страна, в которой я раскупаю. Поэтому с удовольствием пришла на этот праздник. С удовольствием смотрю на творчество детей и на радостное лицо взрослых. Спасибо большое. С праздником! Ура!